Пётр Павлович Меня зовут Пётр Павлович. Рождённый я с 1926 года. Родился я на Украине. У меня мать была русская, отец в Украине. Граница вот так. Сейчас улицу даже переделили на нашу Украине. Я был в 12-м году дома на родине. Воскресенье Я очевидец первого часа войны. И первого часа конец войны. Я поехал в отпуск к тётю, у нас в Киеве жила. Поехал к ней как раз весною. Там всё расцвело. Там каштанов очень много. И мы смотрели фильм как раз и шёл такой. Это Волга-Волга. Мы, значит, после фильма ещё гуляли. Долго, тепло. Там так было красиво всё. И я только уснул. А уснул, тепло было. Тётя меня положила на веранду. И, вы знаете, только уснул, слышу грохот. Громдогой грохот. А тётя мне говорит, Песь, ты закрой окна. Вон гроза какая. Я только окно вот так закрываю. Смотрю, рядом самолёты летят. Чёрные. С чёрными крестами. Наши звёзды красные. Гляну. И от них отделяется, отделяется. И слышу взрывы, взрывы. Я сразу понял, что это война. Вот. Дали все. Песни были. Если завтра война. Если завтра поход будет. Сегодня походу готов. И в школе в нас. Так все же. Все разведка докладывала стали. Он же тупой какой был. Не верил. Это же Робинтроп с Молотом заключили договор. О ненападении. На нашу Россию. Вот. И Сталин поверил. Значит что. И когда много было переходов. Значит через нашу границу. Докладывали, что в такой месяц будет война. Всё такое. Сталин не верил. Говорил. Эту провокацию не слушать. Утром мы проснулись. И нам всем по радио. Радио Шестижи. Объявили. Значит что. Началась Великое Отечество. Гитлерская Германия. Без объявления войны. Хотя и был договор. Напала на нашу страну. От Белого до Черного моря. Окупировала. И в 6 часов объявили. На второй день. Уже стала мобилизация. Мы отца проводили. А в нас там. Вот где мы жили. Там. Городок. Ром. Ром. Сумской области. Там у нас протекает река. Значит. Сула. Упадает в Днепр. И. Значит. На третий. На четвертый день. Значит. Войска наши. Гражданских. Привозили. Привозили. Раздевали гражданскую форму. Снимали. Давали по кусочку мыла. Они мылись. Обнимали. Выходили с воды. Им давали военную форму. Они одевались. Их на машине. И тут рядом. Вокзал был. В эшелоны. И на фронт отправляли. Вот. Вот. На моих глазах было. Ну. Мы молодые. Нам это знаете. Как-то не было серьезно все. А пожилые люди. Кто был. В гражданскую войну. Вот. Мой отец. Участник. Трех войн. Он был. Это гражданская. Революция. И вот. Отечественная война. Ну. В отечественную войну. Если он попал. Держали войска. Это. Под Ленинградом. Под Ленинградом. Против. Этих. Финнов. И он попал в эти войска. И всю. Войну там. Был. На этой границе. Это ж держали против финнов. Турков держали. На Дальнем Востоке держали войска. Вот. И вот. Эти. Сам. Он остался. Так. в живых. А так бы погибли. И. И вот. С первого дня. Войны. Он. У меня же. Он. Газета была. Война. Все. И. И. Быстро. В день. По 40. Километров. Занимали. Нашу. А. Покуда. Нашу. Отозвали. Знать. С отпуска. Командный состав. Там. Солдат. Подготовили. Все. И они шли. Без боя. Совершенно. Когда объявили. Значит. Что. Германия напала. Вот. И. Сразу. Мобилизация пошла. Брали. Всех. Мужчин. От. Семнадцати. До. Пятидесяти. Лет. Всех. Забрали. На фронт. А. Что. Мы. В оккупации. Сестру. Мою. Всю молодёжь. Сразу. В Германию. В рабство. Немцы. Забирали. Как. Забрали. Всех. Значит. Ловили. На улице. Она была. На рынке. Вот. И. Там. На рынке. Взяли. В кольцо. Рынок. И. Которых. Нужно. Молодых. И. У них. Всех. Арестовали. На. Ушелон. И. В Германию. Моя. Сестра. Попала. Туда. И. Четыре года. Было. И. В рабстве. В Германии. Было. На заводе. На каком-то. Она сама не знает. Там штамп был. Она штамповала. Какие-то детали. Те. Что она не знала. Жили люди так. Работы не было никакой. Только свои. Жили за счет своих участков. Картошки много. Свекла. Кукуруза. Фасоль. Вот этим все. Люди питались. Немцы ни карточек. Ничего не давали. Это ж два года. У нас дядя был. Он инвалид войны. Детство. У него нога не сгибалась. А он хороший был. Портной. В войну же не было ничего. Ни одежды. И так мало было. А войну вообще. Все перешивали. Лисовали. Перешивали. Даже кепки перешивали. Лисовали. Вот. И вот я с дядей Мишей ходил по селам. Значит. У нас была машинка такая ручная. И он. И мы. Я ему помогал. Порол. Лисовали. Значит. Все. И они нам. А деньги же не ходили никакие. За продукты. Кто сало. Там нам. Кто. Кто. Фасоль. Кто там. Ну. За продукты. Все делает. И вот. Этим самим мы. А в нас. Было 6 человек. Детей. Сестру отправили в Германию. Меня в армию взяли. Еще. Пять человек было в матери. Мать. Кормила. И воспитывала. Где были партизаны. Где лиса. Много было партизан. И вот. Узнают. Что. Партизаны пришли. Они дали им. Пищу. Партизанам. Или. Ночлег. Или что. Сжигали дома. В. Этих. Селах. Вот. Ну. Партизаны. Очень. Много. Помогли. Они. Пускали. Под откосы. Все. Мосты. Железную. Дорогу. Разбирали. Взрывали. Взрывали. Я пошел в военкомат. Мне было уже 17-й год. Мне сказали. Исполнится 17 лет. Приходите. А я успел до армии закончить 8 классов. И я когда пришел в военкомат, ох, мы с вашим образованием вас направим в артиллерийское училище. И вот нас готовили командиров батарей, значит, орудийных расчетов там все. И ускоренное такое было училище. Нас и ночью поднимали, и днем. И я сдал экзамены на отлично. Мне сразу присвоили звание лейтенанта, кто нас посредственно сам младшего. А мне сразу лейтенанта присвоили. И направили на Курскую Орловскую дугу, на третью битву. Вот я хотел бы взять реванш за поражение под Москвой и Сталинградом на Курской Орловской дуге. И вот что. У нас были в артиллерии снаряды 76 бронебойные. Вот. А он увеличил на танки и пантеры большую броню, чтобы он знал, что наши снаряды не пробьют. А наша правительство, разведка доложила об этом. И нам давали аккумулятивные снаряды, которые любую броню прожигали. И на танках были такие же у нас простые. И в орудии. И нам заменили вот этими снарядами. И мы их там... Там было с одной стороны около миллиона танков. И с другой стороны. И наши танки Т-34, они такие быстроходные, маневренные были. И вот с этими снарядами они выиграли танковый бой. И там на Прохоровку, Прохоровка, крупные там бои были танковые. У меня первый бой был. Мы же освободили правобережье Украины, а потом пошли в Белоруссию. Освободили территорию. И вот в Белоруссию, значит, мы освободили. Там был крупно-железнодорожный узел Орша, где формировались все войска на все фронта. Там много было эшелонов с орудием, с горючим. И немец хотел, значит, разгромить вот этот край, крупно-железнодорожный узел. Сразу хотелось с воздуха. Ну, наша разведка доложила, значит, что идет группа бомбардировщиков, даже без сопровождения истребителей. И наша зенитная артиллерия их встретила там, пошерстила. А потом, которые прорвались, наши истребители их прикончили там. Туда они, значит, решили земным, наземным наступлением на танках. Тоже нам приказ, наш полк, дали приказ взять в кольцо вот эту крупную железнодорожную узел. Нас рассредоточили так вот, полкилометра пушка, полкилометра пушка стоит, кольцо. Я был командиром батарей. Мы пушки, а там как раз осень была такой, а там кустарники, болото такое было. И они хотели там прорвать нашу оборону и, значит, разгромить вот эту станцию. У меня такое выгодное было положение, они зашли с тыла, хотели прорваться. Там до войны, а болото они не могли пройти. Там в одном месте была крупная узкоколейка. Они до войны делали торф и сделали, значит, насыпь такую для узкоколейки. И они пошли по этой узкоколейке. А мы там как раз стояли, замаскировались наши батареи. Когда зашли сразу восемь танков на эту узкоколейку, я приказал не стрелять до тех пор, покуда зайдут все танки. И чтобы с первого выстрела, значит, первого и последнего. И мы так сделали. У меня был наводчик якут, этот охотник. Я, белка, в глаз попадал, а в танк это мне нечего. И он действительно, когда они зашли, восемь танков на эту узкоколейку, он сразу с первого выстрела танк поджег, он загорелся. Второй, правда, с второго выстрела. И они стали, закружились, им негде. В болото все, они же тонут там все. И мы начали их там по порядку. Мы шесть выстрелов танков подожгли. Два расчета танков. Видят, что эти горят. Бросили танки. Один танк даже не заглушили. Убежали. Но тут наши танкисты поспели. Справа, слева франка. Окружили, значит, и за ними. И погнали их. И где-то там уже подальше от этого их расстреляли. Догнали. Наши танки были. Они же быстроходные. И уже наша армия превосходила в танках, в вооружении, в самолетах. Во всем. Мы уже в 43-44 году. Это же было сражение в начале 44-го года. 43-го года. Вот каждый день план наступления. Сразу авиация дает с воздуха снимок, на каком расстоянии, какие войска стоят немецкие, передавая часть. И мы уже знаем, значит, стрелять на какое-то расстояние со снарядов. И авиация. И каждый день двигались мы. Двигались мы же и стояли. Сейчас вот утром, значит, завтрак по 100 грамм давали спирта для, ну, для храбрости, зимой для согревания. Вот. И идем сразу, значит, авиация бомбить их территорию. Вот их передавая часть. Потом танки идут с пехотой, мы на броне танков, пехота наша. Мы защищаем это все, там, кто остался в живых, кто чего. И они отступают дальше, боятся, отступают дальше. Мы занимаем эту, ихнюю территорию. На следующий день еще. И вот так дошли до самого Берлина. Мы же освобождали города, укрепленные все эти, ихние пункты. Вот я вам расскажу, когда мы дошли уже, вот, до немецкой освободили Прибалтику, Польшу, и подошли к их территории Германии. Это Восточная Пруссия, ныне Калининградская область. Так Гитлер собрал со всех фронтов, пруссаков, которые тут живут, чтобы они защитили свою территорию. Но нас уже ничем не могли они остановить. И потом, значит, когда мы, вот самое большое было там сражение, но тут Жуков, он такой стратег, он же Ханкингол тогда с японцами везде, он так был. Вот Сталин его на все такие бои ставил его. Вот. И были бои сильные, вот, при форсировании. Мы подошли уже 120 километров по территории немецкой. А там первый город Франкфурт на Одере, где проходит река, это, Одер, река Одер. И вот там надо было форсировать. И наши войска приготовили все понтонные переправы. Кто с чего мог, кто там из доступ делал, кто с дверей там снимали двери, снимали, ложили, переправляли. Но мы уже, мы уже, если в второй эшелон, уже понтон. Специальные же войска были, которые сразу, быстро эти лодки, понтоны соединяют, соединяют и, это, и тогда уже идут машины, танки по этим тяжелым. А пехота, вот, как могла, вот, я ж таки говорю, сами бревна связывали, доски, щиты как, и переправлялись то, как мог. В Германии мы же, я же вам расскажу, вот мы встречались на Эльбе, уже трава вот так была, и такая, там же очень много, там почти что зимы нету, там вот выпадет снег, он растает, выпадет снег, вот мы же были в Восточной Пруссии, там зимы нету, там самое большое, видишь, бывает мороз до 8 градусов, минус 8, это очень редко. А там, вот, и вот поэтому, там, я же говорю, было, и вот быстро, без потерь, это форстировали. И потом уже пошли, пошли до Берлина, оставались до Берлина, сколько, 80 километров. Мы были, армия Баграмяна, второй Прибалтийский фронт, сразу мы были, от Украины и до Германии дошли этим фронтом. И когда ставился вопрос брать кольцо Берлин, то нашу дивизию артиллерийскую передали первому украинскому фронту Ивану Николаевичу Коневу. А брали два фронта Берлин, первый белорусский и первый украинский. Вот таким образом я попал на Берлин туда. И вот, когда подошли к Берлину, мы взяли кольцо в окружение, а небольшой промежуток оставили, оттуда шли войска, от сельбы американской. Оставили небольшие войска, и немцы воспользовались, и начали бежать в этот промежуток, вздаваться американцам. Нам приказ был открыть заградительные огни, и чтобы они туда не... А мы уже бинокль смотрели, они уже братали с американцами, и все. Вот. И мы как открыли заградительные огни, там и все они, и немцы, и американцы. Так американцы вступили на 9 километров занятой своей территорией, испугались. И стали звонить нашему командованию, вы что же по нашим союзным войскам стреляли. И нам приказ был прекратить огонь. А то мы по ним стреляли, и все. Прекратить огонь. И мы прекратили, и этот промежуток брешь пехота сомкнула, и уже они не стали туда убегать, к американцам сдаваться. А после войны, вот же, я же вам расскажу, они же, американцы только дошли до Эльбы, там, это, киевская, то есть киевская. Ну, их немецкая была территория, там, они не дошли до Берлина, километров, наверное, 90 до Берлина, только дошли до реки Эльба, где была встреча у нас. А встреча была, когда уже войска, да. И, а конец войны, вот, я же вам расскажу, с восьмой на девятое, мы же уже взяли в кольцо Берлин, уже в этом бункерах арестовали правительство немецкое, там, под арестом у них. И они подписали безоговорную капсуляцию. И передали, Гитлер покончил с собою, значит, и передали по всем немецким войскам, что правительство Германии заключило договор о капсуляции, знаете, что все войска прекратили огонь, сдали вооружение своей русской армии. И когда, вот, нам объявили, я же говорю, войск, кругом Берлина было, все войска, фронты подошли, и нам объявили, что закончилась, Германия подписала акт капитуляции, безоговорный акт капитуляции. И уже сказали, война закончилась, войска немецкие ни с этой, ни с другой стороны не будет, значит, стрелять. И всю ночь, с 8 на 9, всю ночь зарево над Берлином было сплошное. До утра никто не спал, все полили. Кто с чего мог, стреляли салюди. И потом через, значит, 6 дней был приказ, значит, все войска немецкие расформировали генералов отдельно, офицеров отдельно, солдат отдельно в лагерях. А Берлин был повержен, я же говорю, ни одна инфраструктура не работала. И вот стали, значит, наши войска и немецкие пленные восстанавливать всю вот эту инфраструктуру. Вот. А на улицах, вот я же говорю, женщинам с детьми только варили наши солдаты пищу. Вот. И потом, значит, был приказ, значит, восстанавливать, ну, жители же, голодные не будут люди, все. Восстанавливают инфраструктуру и в первую очередь пищеблоки. Хлебозаводы, там, столовые, рестораны, все, вот эти, ну, пищеблоки. И вот у нас, а в немцах уже не было своих этих конвоёров. С наших воинских частей брали наших солдат, офицеров на конвоирование пленных на работу. И наши солдаты восстанавливали, и немцы пленные восстанавливали. И вот с нашей части дали мне машину, вирус, шесть человек солдат в лагерь, на конвоирование пленных на работу восстанавливали там хлебозавод. Ну, я приехал, значит, доклад, доложил. Мне дали группу 30 человек на восстановление хлебозавода. Там, рядом, километра два от лагеря. Я построил, вывел колонну, везу по проезжей части. Справа, слева гражданские женщины в строй кричат, значит, узнают, может, кого-нибудь. Ну, значит, ну, получали ответ и узнавали своих, значит. И одна женщина с ребёнком на руках узнала своего мужа и кричит, ганс, ганс! И с таким рёвом строй прямо влетает мой. У меня пленные остановились, остановились, и они слились воедино, вот так, их не разорвать. Его, он с ребёнком, она, я, а мне же надо... И набежали с одной стороны, с другой, с женщиной, и у меня пленные смешались с гражданскими. А мне же надо везти на работу. Я думаю, ну что делать, оружие не применишь, силы мало, у нас 7 человек было. Я подхожу, значит, на свой риск, подхожу, его за рукав, её, их не разорвать. И говорю, век на хаус, идите домой, значит, по-немецки, значит. Они так, говорю, ну, посмотрели, выбрю, и как, драпанули по тротуару, побежали домой. Я сразу строй, гражданскими вывели, построили стол, веду, смотрю, бежит, она оставила мужа, муж стоит с ребёнком на руках, а она бежит ко мне. Я думаю, что такое случилось? Бежит, бегом ко мне. Подбежала, обняла меня, поцеловала, и опять побежала к мужу. Это был первый мой женский поцелуй, кроме матери моей. Немецкая женщина меня первая поцеловала. Вот. Пришли мы на работу, там, время стоя, отработали, веду я строй в лагерь. И думаю, как же я буду отчитываться, у меня же 29 человек, одного человека. Подскажу к лагерю, а кроме лагеря, зевак там ходит. Смотрю, формы немецкие, сколько без погон. Я ему, комсигер, иди сюда. А мы же знали по-немецки много слов. Он подходит, а эти пленные говорят, ты что там? Говорят, я хочу туда попасть. Они же голодные, ничего, нигде ничего нет. Он хотел попасть туда, чтобы в лагерь. И эти, значит, немецкий, его раз в трое. Я завел, отчитался, у меня 30 человек, отчитался. Подразделение приезжаем, я командиру батареи докладываю. Вот капитан у меня у нас был. Я говорю, вот такой случай. Он говорит, правильно поступил. А что ж ты хотел? Они 4 года не виделись. Никуда он не денется, завтра, говорит, он сам придет. Действительно, на другой день я опять подъезжаю к лагерю, смотрю. Он стоит с ребенком, жена подружку. Я его взял в лагерь, накормил завтраком. Опять группу беру, 30 человек туда, на объект. И веду строй. Его поставил в крайний ряд. Она идет с троем рядом с мужем подружку. А пленный держит ребенка на руках. Идет строй мой на работу. Все женщины останавливаются, что-то по-немецки спрашивают. Она что-то отвечает. И, значит, пришли на работу, а их на обед не водили. Там была у нас походная кухня. И, значит, их там, они готовили. Час им положено покурить, покушать. А солдат готовил. Она солдату помогала. Картошку, значит, там чистить, там посуду, все. Ну, все. А в обед им давали час покурить, значит, и покушать. И вот многие немцы узнали, что я же отпустил их товарища. Подходили, мне пожимали руку. Руссольдат гуд. Руссольдат гуд. Гитлер капут. Гитлер капут. Это у них такое было, значит, ну, общение, значит, было. Гитлер капут. Руссольдат гуд. Я думаю, вот сейчас вы гуд. Были бы под Сталинградом-то. Ну, и, значит, так. На другой день я опять. И она, он качал работу, опять она провожала ее в лагерь. И вот с ребенком сама шла домой. А он был в Фебель, это по-нашему как сержант. Старший, вот, он руководил, ему давал указания наши, а он им переводил, и его слушали хорошо, переполняли. И вот в лагере, значит, мы в лагере, начальнику лагеря доложили, что они переполняют план, что он, его все слушают. Значит, отпускайте его, значит, а им давали выходной день, значит, постирать там все такое. И я попросил, значит, чтобы его отпускали на выходной день домой к жене. И по моей просьбе его отпускали все время на неделю, а в понедельник он выходил на работу. Вот, это было в газете, в полковой газете написано, он там, этот, гуманный поступок гвардии старшего лейтенанта такого-то, значит. Ну, я, когда отпустил, я думал, меня сейчас поссорили, все, меня получилось, дело вызвали сразу. И, значит, расспросили, я им рассказал, как было. Но они одобрили даже мой поступок, что я отпустил. Война же кончилась, ну, куда он денется, все равно же он никуда делся. И вот так вот, и это была статья в этой газете, гуманный поступок гвардии старшего лейтенанта такого-то, значит, в поверженном Берлине. А потом второй случай, там тоже, когда это второй, вот этот случай, я рассказал. А первый, значит, когда закончились бои все, приказ был, там же стреляли с чердаков, с всех этажей. Был приказ проверить все убитых, собирали раненых, мы еще находили и своих, и немцев. И приказ был оружие собирать, наше, отечественное оружие. Мы подъехали, дали, значит, санитару, носилки, значит, подъехали один дом, вот как наш, половина разрушенной совсем был. Осталось два подъезда. Ну, я думаю, давай проверю этот подъезд. Захожу на первый этаж, на второй, слышу плачет ребенок. Я думаю, как же тут никого не должно быть, тут же все разрушено. Поднялся на третий этаж, тут дверь была открыта. Открыл, смотрю, ноги, женщины лежат. И завалено, так, до половины бетоном. Видно, бомба купала, ее придушило. И сидит девочка маленькая, плачет. Я подошел, у них глазки грязные, все заплаканы, такая. А нам, мы брали воду с собой, у меня фляга была, два литра. Вот. Я достаю платокчик, значит, носовой, с фляги поливаю, чтобы ее глазки промыть. А она вот так просит пить. Видно, безбожие, сколько она сидела, вынимает, неизвестно. Я посредине стоял, стол там, посуда, я такую чашку большую налил. Она так жадно пила, еще просит, но я побоялся уже больше давать ей. Потом, думаю, она же и кушать хочет. А нам в хлебозаводах все не работали, нам галеты давали 36-го года за место хлеба. У меня сахар, значит, я достал, чашку налил воды, сахару туда, галеты раскрошил, взял ее, накормил. Она тоже так жадно кушала, давно не кушала, 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 наелась. И я туда, а мы когда подходились к этому дому, я проезжал, там стоял немецкий автобус, Красный Крест. Я взял ее, несу, она так меня за шею вняла. Ну, я подхожу, значит, и сказал, что на хау, значит, дом такой-то, третий этаж, фрау капут. Они схватили насилки, побежали. А я говорю, возьмите киндер, мне арбайтин надо, значит, ищи. Ну, она поняла, врач. Ну, и она подходит, значит, рукой вот так, только протянула ко мне, она как заплакала, отвернулась. И как вцепилась в меня, так ее силой от меня отрывали, эту девушку. Ну, и судьбу, не знаю, ей годика три, конечно, она сама может не помнить этой случай, как ее спасли, там чего. Да, мы же служили там еще, и когда там поставили трет в том парке русский солдат, где же такую девочку на руках, спасенную, и мне солдаты говорят, Петр Павлович, он, этот солдат, похожий на тебя. А я говорю, не знаю, говорю. И когда я отдавал, меня там фотографировали, говорю, может быть еще. Потом, значит, из Германии перебросили. Да, еще же мы когда освободили, взяли в кольцо Берлин, а Прага 160 километров Чехословакии от Германии. И, значит, там наши войска были. А там же армия Власова была, он организовал большую армию там в Праге. И нас на подавление, значит, наши уже войска там терпели. Ну, не могли, там немцев больше было. И нас быстро решили переправить, наши войска туда. Так нас, а через Серпантин, через Альпы, 4 километра туда, а туда 160. И нас что? Наши пушки подцепили к танкам, сделали наверху деревянный трап, положили мы снаряды, и на снарядах, значит, нас там, мы быстро туда проскочили, заехали в тыл этой немцам. И сразу отцепили пушки, танки, и мы открыли огонь по ним. И эту Прагу освободили за одни сутки. Немцы, ну, там в основном были русские, а когда мы пленные наши. А мы вот спрашивали их, и они говорят, нам был приказ, но мы, говорит, стреляли, ну, договорились между собой они, наши пленные русские, чтобы прицел не стрелять, а чуть повыше голову, чтобы не убивать наших. И он говорит, мы так стреляли, говорит, не стреляли в упор, а стреляли выше. Влас организовал армию пленных наших в Германии, в Чехословакии. И вот они стояли в Чехословакии на защиту нас. И мы их там же, вот я же говорю сразу, быстро, они там, и боевные, они сразу сдались. И этого Власова арестовали, а войска, вот, кто служил, вот, примерно, я там, такой-такой-то части офицеров тоже сажали, давали им, это, сроки, коммунистам. А рядовым солдатам отправляли в те воинские части, откуда они попали в плен. И они с нами дослуживали до ихней демилизации, эти рядовые солдаты. Я же был от Прибалтийской, это Восточной Пруссии, это ныне Калининградская область. А моя жена местная с этого села Кудинова в войну закончила этот фейстерско-акушерский техникум. И ее в эту Калининградскую... А немцев сразу с этой репортировали через Польшу, всех немцев с Восточной Пруссии. А заселили нашими жителями Калининска, Смолинска, вот, которые пострадали в войну, с Белоруссией. А там дома такие красивые немецкие. Ни одного немца, всех отправили репортировать через Польшу в Германию. А заселили нашими русскими. И вот она была там, медпункт был. Она была заведующим медпунктом, и я с ней познакомился, и мы расписались, и приехали сюда села Кудинова. Ну, встретился в медпункте, я с ней поговорил, и я ее пригласил, значит, там... Ну, и познакомились, значит, я стал навещать ей, встречались мы, и потом, значит, решили пожениться. Я села домой. Я же, если бы я не расписал, не женился, я бы, может, поехал на родину свою, а так вот она меня соблазнила сюда, говорит, тут лучше, и все такое. Ну, я так, и не жалею, что я остался. Я... у меня же специальности никакой. Ну, какая у меня... 8 классов было образовать. А я после армии закончил автомеханический техникум, и в этом предприятии медицинском был заведующим гаража, механиком и водителем. В общем, в одной должности было три специальности менять. Вот. И жена была, тут же работала медсестрой, царство невесты, умерла уже она 10 лет назад. Вот. У нас было трое детей. Одна закончила университет этого Ломоносова, юристом стала. Средняя, после поступок матери закончила медицинский. А сын отслужил армией, закончил здесь, в электроуглях, машину строительства, и на заводе. У нас крупные военные заводы электроугли, инженерами, еще и до сих пор на должности работают. Ну как, командующие дают высшим стоящим командованием. Там подписывают и решают, достойны их, действительно, все. Ну и там за совокупные бои, там не то, что за особый там какой-нибудь... Ну, есть награды, которые за особый героизм там награждали. А так, вот, вот этот, я же считаю, моя, моя орудие баталии, 8 танков ликвидировала немецких. И вот меня наградили, солдат там наградили, кому медали там, а меня орденом, вот, красной звезды, это очень знаковый орден был. В 18-й год я стал командиром батареи, вот это значит. Я же 17 лет взяли меня сразу на курсы этого артиллерийского училища, вот, я закончил. И меня сразу, с отличием, мне сразу лейтенанта, и на третью битву Курско-Орловскую дугу я принял батарею боевую, полевую. И там же я тоже, мы сколько танков подбили, пехоты там всего, и меня награли там орденом красной звезды. А вот, да, мы же, когда взяли первую территорию Германии, это, как его, ну, территорию Восточной Пруссии, там эта крепость, как ее, Кенисбергская крепость мы брали, там тоже. Там самолеты били, самыми большими бомбами не могли пробить. Там три тысячи было, в этом, Гитлер сказал не сдаваться. Там стены были по три метра, пушки не пробивали. Кругом водный ров был, и пулемет, когда, я же говорю, никак мы не могли туда попасть, туда внутрь. И вот решили, что, взорвать стены. Покуда артиллерия била, связисты, эти саперы, взрывчатку переправили к стенам, подкрепили кругом, и уже возвратились обратно, и нажали, значит, сделали проемы у стенах, вот, взрывчатку. Туда только могли попасть пехота. Так, стояли пулеметчики, станковые пулеметы на цепях, чтобы не убегали от пулемета, не сдавались нашим войскам. Вот как они дрались. Там тоже пленили очень много крепости. Меня там ранило в ногу, значит, осколком. Правда, к счастью, и кость даже не задела так мякоть. Я в госпиталь не попал, приехали ребята, мне привезли письма, вот, и я форму там взял гимнастерку, а было же тепло на улице, оделся и поехал в своей полковой санчасти, две недели, там, мне рана-то зажила, молодые быстро заживало все. И опять я попал, принял свою батарею и дошел вот до самого Берлина. Они все время полуголодные были. Еще нас на первой категории, мы, фронтовики, нас по первой категории кормили. Так, более-менее сносно. А вот вторая, третья категория, он, отец, был на границе, я говорю, Карельфинской области против финнов. Так он рассказывал, там у финнов было, это, овощехранилище, и там были сильные морозы, и замерзла картошка. Так они все лето ходили в хранилище, ломом отбивали вот эту массу, этой картошки, варили и ели, не хватало ничего. Ну, такую армию накормили. И даже, а сколько пленных, их же тоже кормили, потому что такую норму давали, как нашим солдатам. Они же работали. Я говорю, да, конечно, конечно, что ты, такую армию прокормить, это же вообще. Мы в Польше, поляки, они же были в оккупации, там много, у них Гитлер не брал ни налогов как-то. Они жили так, достаточно, сносно. И вот мы бывало, заходим к ним, они нас угощали, и молоком давали, и там все, что. А другие были такие, я же украинец, я же понимаю, бывало, приходят, что они говорят, они, пани, нема ничего, wszystko Герман забрал. Значит, нету ничего, все немец забрал. Некоторые угощали, все хорошо, а некоторые вот такие, что, ну, а были и скот у них, и все такое, огороды, и немец с них налоги почти что не брал. Потом вот в Латвии, Литве мы были, город, а стояли мы, это Шавуляй, там город Каунас, Вильнюс, там вот мы стояли. Там тоже они 7 лет были под немцами. Немец им не давал, не брал с них никаких налог, ничего, у них земли, там колхозов не было, они жили так хорошо. Ну, некоторые угощали, давали, а некоторые, которые были против, там же были и против, и за, их же до войны же там советская власть была. И после войны, значит, там много лесных братьев было, которые прятались, они служили с немцами в карательных отрядах, все. И боялись мести от нашей власти, и прятались в лесах, вот, наши войска их выискували, там, особенно литовцы. Литовцы, эстонцы, латыши, ну, в основном были такие литовцы агрессивные против наших войск. И Сталин в 1949 году, они решили там колхозы организовать, только назначить председателя колхоза, и его сразу убивали эти лесные братья, вот эти против армии нашей, которые с немцами были. И Сталин решил их репатруировать в Сибирь. И в 1949 году пригнали эшалоны, и вот наши солдаты были, там брали по хуторам везде, ловили их, и в вагоны, и он в Тюмень, Кировскую область отправляли. А мы служили туда, их много там, вот, в нашей части был портной, он наемный литовец. Его шуры на том забрали, арестовали, там он жил. Так говорить, уже для них сразу сделали, а их семьями брали и туда отправляли. Так говорить, уже делали для женщин с детьми бараки. А все остальные за летний сезон сами себе строили жилье, и там еще долго их держали, не отпускали. В то время мы были молодые, мы особо так не боялись этой страсти. Вот, ну, конечно, вот на фронте, когда идешь в атаку, вот идут в атаку, вот, там много гибнут людей, вот, там каждый думает, как пройду я эту атаку или нет. На войне каждый случай могли бомбить, где-нибудь на мину, на мины ж были много, тогда ж не собирали их, что так, не выкапывали, приборов не было таких. В основном везде страх был, ну, судьба была человека. Он, один командующий, вот, рассказывал, возил на вилюсе командира полка, а он любил, говорит, как любитель был рулить. И я, говорит, пришел, он, садись на то сиденье, меня прогонял, сам садился и ехал. Поехал, и, значит, ехал на мину, и его разнесло у клоща. И он, говорит, таким образом он меня спас. Если бы он сам за рулем был, то он бы погиб. Вот, видите, такие случаи были. Очень было много женщин, особенно вот у нас, на нашем полку было много связистов, медики, даже и снайперы были, медицинские работники. Очень много. Вот, так же, и сколько было отправлено девушек домой. За беременность ее отправляют домой. Ну, был, вообще-то приказ был строгий. Ну, были случаи такие. Я в таком возрасте был, и все, я же говорю, ну, 17 лет я еще ни с девчонкой не целовался, ничего. Так мы гуляли в деревне группами, ребята отдельно, девчонки отдельно там, а такой близости не было. В Германии очень было строго, там же были войска и наши, и американские войска, и вот узнают связи с кем-нибудь, с девчонкой. Ну, были случаи такие, что там многие девчонки нарожали детей и не признавались родственникам, что от кого эти дети. Но, а дети, когда подрастали, допрашивали, и они признавались, что это от русского солдата. Вот, приходили прямо кругом лагеря, ну, в воинской части кругом проходили девчонки, сами напрашивались, знакомились. А потом уходили гулять там, или в кино, и вот таким образом мы... Ну, жениться там никому не разрешали тогда, нет, даже и офицерам не разрешали, на немецких. Давайте посмотрим. Звук желания Подписывайтесь. С essay прямом лагере. Продолжение следует... Чтобы следует... Продолжение следует...